МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потух, но лишь на полчаса. Вечный огонь в Абакане перестал сегодня гореть. Причина веская. Техническое обслуживание в преддверии главного праздника, 9 мая. Рабочие на местах. Парк у храма в честь равноапостольных Константина и Елены продолжает приобретать свой неповторимый антураж. Жилые метры – будущая собственность. Квадраты в новостройке. В Абакане ключи от квартир получили еще двое детей-сирот. Большие гастроли на большой театральной сцене. Подмостки драмтеатра принимают труппу из Татарстана. Гости знакомят зрителей с культурой и традициями Казани. В эфире телеканала «Абакан-24» информационная программа «Сегодня». В ближайшие полчаса расскажем о главных событиях дня. В студии Татьяна Крапивина. Здравствуйте. В Абакане погасили вечный огонь в Парке Победы, но всего лишь на полчаса. В преддверии 9 мая сотрудники Красноярск-Райгаза провели техническое обслуживание горелок. За работами специалистов наблюдала наша съемочная группа. Вечный огонь – символ неугасающей народной памяти о тех, кто отдал жизни на полях сражений, но не вернулся с боя. Кто подарил нам светлое будущее и мирное время. Он не должен гаснуть. Однако иногда пламя все же приходится потушить. На короткий промежуток времени. И только для того, чтобы провести технические работы. Обслуживание горелок специалисты Красноярск-Крайгаза проводят раз в год накануне Дня Великой Победы. Для этого газовикам необходимо поднять конструкцию звезды. Это включено в техническое обслуживание посредственно групповой и самого газопровода. То бишь это проводится раз в год для того, чтобы устранить весь мусор на форсунках, который собирается за год. Листва, шишечки, либо кто-то там из людей может там попакостить. Звезда поднимается, убирается мусор, смотрятся форсунки, наличие каких-то посторонних предметов, обратно ставится и все. После того, как горелки вечного огня почистили от мусора и посторонних предметов, специалисты запускают газ. Он поступает в сосуд вечного огня. Далее пламени нужно прогореть минут 10-15, чтобы вышли все воздушные пробки и огонь вновь ярко горел. Специалисты Красноярска и Газа отмечают, целиком разбирают конструкцию звезды они раз в год. Но техобслуживание всего оборудования вечного огня проводят раз в три месяца. Основная арматура у нас находится на именно газораспределительной установке. Она находится во дворе, то есть туда подальше. Здесь протяженность только идет газопровода. То бишь основные все моменты, настройки именно подачи газа и смазки, то бишь полностью техническое обслуживание производится на групповой установке. Идет осмотр визуальный, потом идет обмыливание. Если где-то какая-то утечка есть, она устраняется. Если какая-то запорная арматура стала, так скажем, вести себя не очень хорошо, она меняется. Итак, вечный огонь, как символ мужества русского народа, вновь горит ярким пламенем. Уже 8 мая у Мемориала воинской славы состоится возложение цветов и венков. Память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной. Надежда Савельева, Михаил Кудрявцев. Новости. Минута молчания и красные гвоздики. В столице Хакасии почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года в Советском Союзе произошла крупнейшая за всю историю человечества техногенная катастрофа. Устранять ее последствия в зону отчуждения отправились тысячи людей со всех уголков страны, в том числе из Хакасии. 26 апреля 1986 года взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, нанес жестокий удар по судьбам миллионов людей. В память об этом событии в Абакане установлен монумент. Он выполнен в виде бетонного саркофага, закрывшего уничтоженным страшным взрывом 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции. Ежегодно здесь проходит митинг. В этот день мы вспоминаем мужество, отвагу и самопожертвование людей, которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и жизнью. С каждым годом участников ликвидации Чернобыльской аварии все меньше. Их неумолимо забирает незримый противник, с которым они вместе боролись в далеком 86-м. О том, что радиация – это смертельно опасный враг, знали все, но все равно шли исполнить свой долг. В первый день, когда я ехал туда, я увидел команду, которая назад возвращалась, они рассказывали ужасом. Мне было страшно. Приехал вечером в часть, влился в коллектив, меня познакомили, была плановая работа. Мы просто не думали. Мы были молодые, мы выполняли свою работу. Бурная такая растительность. Мне даже понравилось, когда мы из Сибири приехали. Огромные яблоки, груши, вишня, все такое цветет, ничего не поверло. Единственное, что так называемый рыжий лес, сосны, после радиации он погиб. Мы его вырубали. В настоящее время в зону этого рыжего леса заходить нельзя. Порядка 10 тысяч рентген излучает сам лес в час. В Чернобыле 92-й полк химической защиты, в котором служил командир взвода, связистов Александр Шахрай, занимался дезактивацией зоны отчуждения. Вынимали зараженный грунт и помогали эвакуироваться местным жителям. И деретко работали рядом с тем самым четвертым энергоблоком. Чернобыль не должен повториться. И для того, чтобы он не повторился никогда, а поверьте, некоторые уже забыли про аварию на Чернобыльской АЭС. И те, кто когда-то называл нас братьями, пытаются повторить другую катастрофу вновь уже на Запорожской АЭС. Для того, чтобы Чернобыльская и другие катастрофы не повторились, самое главное, мы должны помнить, чтить героев и рассказывать о них нашим детям. Я горжусь всеми чернобыльцами, всеми девочками, которые помогали, с кухработниками работали, с санитаратами, с помогательными службами. Низкие вам поклоны, дорогие, за вашу труд, за вашу самоотверженность, за вашу смелость, за вашу, даже не могу сказать, за ваше мужество. В книге памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которая издана в Хакасе, 99 биографий. Но это далеко не полный список. Работа продолжается. Скоро в свет выйдет второй том с именами тех, кто спас мир от смертельной угрозы. К другим темам. Оригинальная архитектурная композиция, тактильные тротуарные плитки для незрячих, информационные стенды, беседки для отдыха. Работы в сквере на улице Пушкина у храма в честь равноапостольных Константина и Елены вновь начались. Напомним, пространство преображается в несколько этапов и будет отличаться от уже знакомых городских парков и скверов. Главная неординарность в том, что площадка решена в оригинальной архитектурной композиции. В парке не будет прямых линий, все аллеи закруглены. В проектировке дорожек учтены особенности отдельных групп горожан. Их передвижение тоже будет комфортным и удобным. Предстоит выполнить тротуар асфальтированный. Для инвалидов по зрению он будет прямой. И завершить устройство тротуаров из плитки. Оси у него разбивка принята. В настоящее время предприниматель занимается заготовкой материала, потому что гранитный бордюр ему нужно заказывать под себя, объемы работы он, соответственно, дорожный и тротуарный бордюр тоже заказывают. Асфальтовое покрытие он сам будет выполнять. В сквере уложат тактильные тротуарные плитки. Они станут индикатором для слабовидящих и слепых. На поверхность плиток нанесут линии или точки, которые легко ощущаются даже под подошвой обуви или с помощью трости. Слабовидящие смогут сориентироваться о приближении к проезжей части, изменении уклона поверхности, наличии опасных объектов впереди. Подобные плиты уже есть в районе Всероссийского общества слепых в Абакане. Сквер у нас это трехгодовой проект, реализация у нас на сегодняшний день. Основной объем мероприятия по устройству тротуарных плиток выполнен. Структура у него сложная, то есть он разнонаправленный. Применение покрытий в нашем городе, в данном сквере тоже несколько типов. Там разный тип тротуара, на плитках резиновое покрытие. Предстоит нам еще оборудовать беседками и озеленить этот парк. В новом сквере высадят цветы, установят скамейки для отдыха и информационные стенды. Напомним, благоустройство территории идет в рамках федерального нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Надежда Савельева, Андрей Оралов, Новости. Еще двое детей-сирот получили долгожданные ключи от собственных квартир. Квадратные метры в новостройке на Ломоносово – 4. Их приобрела администрация Абакана. Жилые площади пока переданы новоселам на условиях социального найма. Затем они перейдут в их собственность. Сегодня замечательный повод. У нас две абаканские девушки получают ключи от своих собственных квартир. В новостройке нашего района МПС я приглашаю Кристину, маму троих детей. Я думаю, в год семьи это особенно здорово, чтобы ваша семья получила свое собственное жилье. Вторая обладательница абаканская наша девушка Юлия. С этого момента Юлия и Кристина – полноправные обладатели квадратных метров городской новостройки. В очереди они находились около восьми лет. Обеим раньше приходилось ютиться на одной жилплощади с родственниками. Теперь эти неудобства позади, впереди приятные хлопоты. Девушки строят планы по обустройству нового жилья, где уже строители сделали ремонт и установили электроплиты. Только сегодня только адрес узнали. Уже не терпится. В этом году в городском бюджете предусмотрено более 65 миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот. Константин Аникин, Александр Кожевников, новости. Полки с куриным яйцом в городских магазинах и на рынках под пристальным вниманием. Сотрудники регионального управления антимонопольной службы промониторили ценники на главный символ светлого праздника. Вместе с ними стоимость яиц изучали Ксения Майер и Артем Амзараков. Первым под прицел надзорных органов попал один из гипермаркетов Абакана. Ассортимент куриных яиц здесь представлен широкий. Все категории от третьей до наивысшей. Цены варьируются от 135 до 170 рублей за десяток. В зависимости от производителя, упаковки и качества. Не представлен разве что местный продукт усть абаканского производства. Однако ценовое образование специалистов не смущает. Не выше, но и не ниже среднерыночной. Следующая точка – очередной небезызвестный супермаркет. Самая недорогая продукция здесь – 129 рублей за 10 штук. Такие мероприятия проводим регулярно. И, так скажем, вот сейчас у нас предыдущие данные мониторинга. И сейчас мы видим, что цена резко не повысилась. Она не повысилась. И какая была цена, она такая сейчас, вот нам ей зафиксирована. То есть мы не увидели повышения цен. Ну а вот, отвечая на ваш вопрос, какая цена все-таки должна быть, цена должна быть обоснованная. Должна быть обоснованная, не завышенная. Мы видим, что у нас сейчас не наблюдается повышение цен на яйцо куриное вот в преддверии праздника Пасхи. На сельскохозяйственном рынке можно найти десяток яиц первой категории за 115 рублей. Бывший сорт стоит порядка 150. У разных предпринимателей цены варьируются, но не более чем на 10 рублей. Покупателей тем временем стоимость яиц за десяток не смущает. Вот за сколько вам лоток обошелся? 360 рублей. Они наценились давно, но резкого скачка мы не видим пока. И яйца, вот именно где мы берем, отличного качества. Цены устраивают абсолютно. Я не замечала, может на пятерочку там, если поднимут вот за десяточек, а так нет. Здесь нет. А вообще вот обычно с десяток вы за сколько покупаете? 120 вот была отборочка, сейчас 125. Это нормально, сейчас считается цена, это нормальная цена считается. А вот на Абаканском муниципальном рынке найти куриные яйца можно и по 90 рублей за 10 штук. Продавцы говорят, от тех, что стоят дороже, эти отличаются лишь нетоварным видом. Иногда встречаются потресканные, непомытые, но обязательно свежие. И как отмечают предприниматели, эта продукция пользуется большим спросом. Особенно среди пенсионеров, многодетных семей, да и в целом тех, кто не гонится за красивой картинкой, а ищет подешевле. Наиболее популярное это наше местное, Усть-Абаканское яйцо, в том числе отборное. Ну вот тут уже стоимость начинается от 140-150 рублей. Мы все знаем, что в ближайшее время у нас намечается праздник Пасхи. Это произойдет 5 мая. Мы уже с нашими предпринимателями провели диалог и цены не планируют повышать. На сегодняшний день необоснованного роста цен на куриные яйца нет. Однако о том, как поведут себя предприниматели в канун праздника, пока говорить рано. Ксения Майер, Артем Амзараков, Новости. Пьяный бесправник, по вине которого в ДТП погибла девушка, отправился в колонию поселения. Авария произошла 1 августа прошлого года на трассе Усть-Абакан-Черков-Ербинская. 23-летний абаканец, не имея водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением ваза. Слетел с дороги и перевернулся. В салоне находились 5 пассажиров. Одна из девушек погибла на месте. Суд приговорил рулевого к 6 годам лишения свободы в колонии поселения. А в Шира поймать пьяного водителя помогли бдительные сельчане. По наводке местных жителей инспекторы остановили машину. В ходе общения с рулевым полицейские поняли, мужчина действительно не трезв. От рулевого ваза исходил сильный запах алкоголя. Однако проходить освидетельствование молодой человек отказался, утверждая, что был пассажиром. Не учел любитель хмельных поездок, что у патруля ДПС есть видеорегистратор. На записи отчетливо видно, что за рулем сидел именно он. Нарушителю вручили повестку в суд. А в соседнем Красноярском крае по селу рассекал пьяный тракторист. Опасную поездку на крупной сельхозтехнике пресекли сотрудники ГИБДД. Полицейские остановили водителя для проверки документов в селе Частоостровское. Учуяли запах алкоголя в кабине и предложили правонарушителю пройти освидетельствование. 47-летний сельчанин честно признался, что пил пиво накануне, да и сейчас во время работы немного освежился пенным напитком. Любителю хмельного напитка грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Шесть человек отравились хлоркой в Минусинской сауне, среди них и двое детей. По информации следкома, после отдыха люди почувствовали себя плохо, обратились за помощью в больницу. Двоих госпитализировали, остальные проходили лечение амбулаторно. По результатам санитарно-эпидемиологического исследования в образцах проб воздуха в сауне выявлено превышение содержания хлора и несоответствие показателей в воде бассейна. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сомнительной рыбой торговали в одном из павильонов в Абакане. Сотрудники МВД выявили факт продажи без ветеринарных документов на оптово-розничной базе Найтыгина. Полицейские изъяли 30 килограммов продукции и отправили ее на экспертизу. Устанавливаются дополнительные факты незаконной деятельности предпринимателя. Ему грозит штраф. Судебные приставы нашли алименщицу, объявленную в розыск за кражу. 32-летняя жительница Устя-Бакана задолжала троим своим детям полтора миллиона рублей. У нее арестовали банковские счета, наложили арест на имущество. Но женщина продолжала уклоняться от родительских обязанностей. Более того, за время пряток успела родить еще двоих детей. Теперь уже пятеро малышей воспитываются в детском доме. Известно, что мать ведет праздный образ жизни и промышляет мелким воровством. Алименщицу сотрудники органов принудительного исполнения застали в суде, куда она пришла по очередному административному делу. Также при проверке документов выяснилось, что женщину разыскивали сотрудники полиции за кражу. Подозреваемую судебные приставы передали правоохранителям. Далее реклама. После продолжим. Реклама. Телеканал «Абакан-24» и сеть модельных агентств «Уайлд» объявляют кастинг на проект «Ты топ-модель!» Звезда Хакасии. Хочешь освоить навыки модельной профессии? Раскрыть свою красоту? Возможно стать участницей международных конкурсов моделей? Мы ждем тебя! Размер и рост не имеют значения. Возраст от 18 до 60 лет. Подробности на сайте abakan.ru, в социальных сетях «Абакан-24» и по телефону 8-923-335-2405. КВАДРАТУРА НА ИГАРСКОЙ Тихий закрытый двор с набережной в современном районе Абакана. Шестиэтажный кирпичный дом. Высокие потолки. Французские окна на лоджии. Удобные планировки с возможностью объединения. Фантастика. Реальность. Жилой комплекс «Крылья» на авиаторов «Отинго». Взлетаем на новый уровень комфорта. 28-56-15. Замечтательная посуда в Абакане. В столице Хакасии прошел мастер-класс известного шеф-повара России Ленара Зарипова. Свои блюда для гостей он приготовил в посуде от российской марки «Мечта», широкий выбор которой представлен в магазине «Ценолом» и в центре посуды и текстиля. Жару поставим на разогрев, мы ее не добудем до того, когда у нас дымит насчет сливочного масла положение. Мы не ждем, когда у нас оно уже растут. Мы сразу же добавляем чеснок. Это измельченый чеснок у вас в универсал, он будет подойдет. Вкусный, яркий и очень полезный мастер-класс только для посетителей магазина «Ценолом» и центра посуды и текстиля провел известный шеф-повар Ленар Зарипов из Казани. Он решил продемонстрировать возможности приготовления оригинальных блюд в посуде высокого качества от известного российского бренда «Мечта». В такой сковороде можно не только готовить на плите, но и запекать в духовке. Почему на «Мечте» замечательно готовить? Потому что она практична, ей удобно пользоваться, ее можно использовать в духовом шкафу и мыть в посуднойке. Во-первых, все очень быстро, вкусно и красиво. Ну, очень, так, что сказать, что кое-что новое по поводу открывания банок. То есть лайкфаки, в общем-то, пригодятся. По поводу посуды «Мечта» у вас есть такая кастрюля или сковорода? Нет, кстати, нет, другая была, но я вообще-то собиралась приобрести. Понравилось блюдо, хотите готовить так же и даже лучше, посуду для кухни можно приобрести прямо в магазине «Ценалом» и в центре посуды и текстиля. Причем не только в Абакане, но и в Минусинске. Ассортимент большой, так что любая хозяйка выберет для себя понравившуюся модель. Мы приехали прямо с производства из Кировской области в город Вятские поляны. Именно на Вятских полянах производят посуду торговой марки «Мечта». Ее знают и любят покупатели по всей России и во всех странах ближнего зарубежья. У торговой марки «Мечта» широкий ассортимент посуды. Это сковороды, противни, грильи, воки, блинницы, кастрюли, казаны. Большие размеры, маленькие размеры, разные цвета. И каждый покупатель может выбрать для себя тот цвет и тот размер, который ему удобен и приятен на кухне. На мастер-классе шеф-повар использовал посуду «Мечта» премиум-класса. Ее качество и функциональность порадуют как любителей, так и профессионалов. Кроме того, в Центре посуды и текстиля в Абакане и Минусинске представлены другие линейки бренда «Мечта». Кастрюли, жаровни, сковороды серии «Гранит» и «Престиж», а также линейка сковород «Гранит Бриллиант». Посуда «Мечта» – продукция высокого качества с гарантией на все товары. Приглашаем вас за покупками в Центр посуды и текстиля в Абакане по адресу Крылова, 54А и в Минусинске, улица Ботаническая, 34Г. Уголовное дело против экс-директора театра «Сказка» Игоря Окольникова направили в суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в январе 2022 года Министерство культуры Хакасии и театр «Кукол сказка» заключили соглашение о предоставлении бюджетной субсидии в размере более 4 миллионов рублей на поддержку творческой деятельности с целью увеличения числа посещений театра. Игорь Окольников, занимавший тогда пост директора культурного учреждения, зная об отсутствии возможности организовать постановку и платные показы премьерного спектакля в связи с капитальным ремонтом здания театра, организовал оплату подготовительных мероприятий на полтора миллиона рублей и подписал акт приема-сдачи спектакля, который фактически поставлен не был. После этого обвиняемый отчитался перед Минкультом о выполненных в полном объеме работах. К слову, руководит ведомством супруга Игоря Ярославовича Светлана Окольникова. И вопросов у министра к директору театра не возникло. В результате незаконных действий Окольникова причинен существенный вред интересам общества и государства. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. А сейчас о другом театре, вернее о больших гастролях, которые стартовали на подмостках Республиканского драмтеатра. Особый колорит, этника и традиции. Свое театральное мастерство зрителям представляет Татарский государственный театр драмы и комедии. Актеры в составе более 30 человек покажут 4 лучших постановки, открывающих для хакасского зрителя богатство культуры и духовную самобытность российского региона Татарстана. В фойе театра сюрприз для зрителей. Гости Сворских берегов сразу погружают в свою культуру. Для начала гастрономическую, угощая всех национальным сладким символом – чак-чаком. Гостеприимство проявляет и принимающая сторона, давая отведать национальный десерт. Конфеты из Толгана. Для любителей яркого и атмосферного селфи на память – театральная инсталляция. Первые большие гастроли Татарского театра открываются щедростью и национальным колоритом. В этом году у нас все четыре театра. Филармония с двумя большими проектами. Все в программе большие гастроли, причем такие серьезные. География наших гастролей. Вот театр Хакасский национальный драматический недавно приехал из города Казани. Следом привез Казанский государственный театр драмы и комедии. И они сегодня открывают у нас гастроли трехдневные в республике Хакасия. На сцене драматического театра «Труппа из Казани» представит любителям сценического искусства четыре спектакля. «Студенческий договор», «Наши дни», «Волшебная арена», «Первое представление», «Ашина». Все постановки разные по жанру, но точно заставят зрителя и посмеяться, и задуматься. Работать актеры будут на родном языке, но понять их в зале сможет каждый. Постановки идут с синхронным переводом. На самом деле, вот эти большие гастроли, Светлана Анатольевна правильно сказала, дают возможность вашему народу, Хакасии, Абакана, посмотреть те спектакли, которые они, может быть, вообще в жизни не видели. Правда же, никто не поедет в Казань или в Москву. Есть многие люди. Это очень большая возможность приобщиться к нашей культуре. Приобщиться к традициям, открыть для себя богатства и особенности древней культуры. Впитавшей в себя многообразие восточной и западной цивилизаций можно будет до 27 апреля. В эти дни на большой сцене Хакасского драмтеатра пройдут постановки татарской труппы. Напомним, они стали возможны благодаря федеральной программе, организованной Росконцертом при поддержке Минкульта России. А Национальный театр драмы и этнической музыки Читиген готовит премьеру. В основе постановки, над которой работает московский режиссер, произведение Евгения Шварца и Ганса Христиана Андерсона. Остановиться, оглянуться и понять, какая она, наша тень. Эти мысли откликнутся в душе каждого зрителя, пришедшего в театр. Когда? Расскажем прямо сейчас. До премьеры осталось всего два дня. Последние режиссерские штрихи и репетиции. Премьера спектакля всегда особое событие. Тем более классика в Читигене ставится в первый раз, делится режиссер. В сюжете рассказ о молодом ученом и его тени, которая стремится достичь своей главной цели – власти. И самое главное для меня – работа артистов, чтобы были живые артисты, были на сцене. Что именно от зрителя ожидаете? Какую реакцию может быть? Какие чувства? Правдивую. Самое главное – правдивую. Понравился – отлично. Не понравился – тоже хорошо. Самое главное, чтобы зритель был с нами честен. Как мы с ним, в принципе. Экстравагантные костюмы, игра света и тени и необычные декорации в виде металлических конструкций с натянутой тканью. Актеры не спешат делиться подробностями своих сюжетных воплощений. Говорят, примета – не спугнуть роль. Однако уверяют, спектакль заставит зрителя задуматься о нас и половинках нашей души. Света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти. Наша задача – максимально точно воплотить всю идею. Вообще, это для нас ново, классический материал. Мы обычно играли местных авторов или местных… Ну, в классику мы вообще не вникали никогда. С учетом, что актеров у нас состав очень небольшой, потому что в классических пьесах, как правило, очень много ролей. Увидеть премьеру «Тень» можно будет уже в эти выходные. Актеры обещают – спектакль оставит зрителям пищу для размышлений о взаимодействии между властью, моралью и личностью. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости. Продолжаем. Кристина Кошелева – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог дошкольного образовательного учреждения 2024». Ее ежедневный труд – не только забота о детсадовцах, но и их развитие. Вместе они открывают мир знаний, учатся мастерить своими руками и, конечно, творить. Теперь педагог из Черногорска представит Хакасию на уровне страны. Воспитатель Абаканского детского сада «Журавлик» Татьяна Итыгин рассказывает о составляющих алгоритма успеха, о секретах профмастерства и подходе к детям, без которого совсем не обойтись. Это мы считаем, что алгоритмы недоступны для дошкольников, а на самом деле ведь это то, что нас окружает на самом деле каждый день. Ведь все наши действия – это алгоритм. И чем ребята раньше научатся планировать свои действия, им в дальнейшем просто будет проще учиться в школе. Они смогут организовать свой рабочий день, смогут находить главную мысль, писать конспекты легче будет в конце концов. Поэтому, да, чем раньше мы начнем, заинтересуем, тем им проще будет. Актуальность дошкольного возраста, она невозможна ничем не измерить, не оценить. Это просто основной, главный период в жизни становления маленького человека. Очень важно, кто именно находится с ребенком в этот период. Мы прекрасно понимаем, что ребятишки в детском саду находятся практически все свое активное время. Это с утра до вечера. И важно, чтобы был добрый, четкий, но вместе с тем очень интересный, разноплановый человек рядом с ребенком. Среди шести финалистов – четыре воспитателя и два инструктора по физической культуре. Увлекательное спортивное состязание и занятия – часть активной детсадовской жизни мальчишек и девчонок. И делают ее насыщенной именно эти увлеченные педагоги. Недавно мы с нашими дошкольниками ходили сдавать нормативы ГТО, которые прошли на базе детского сада «Золотая рыбка». Буквально вчера, когда у меня уже был конкурсный день, у нас проходила городская спартакеада по городкам. Май тоже насыщены спортивные события. У нас пройдет городская олимпиада уже среди всех детских садов. Лучшим инструктором по физической культуре стала Елена Никифоров из Тябаканского детского сада «Ласточка». А абсолютным победителем регионального этапа конкурса – воспитатель Черногорского детского сада «Колокольчик» Кристина Кошелева. Абаканская ракетка. В Хакасской столице стартовал турнир по настольному теннису. Бороться за победу будут более 200 спортсменов из Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области и Республики Тыва. С открытия первого дня соревнований Анастасия Марьясова. В центре настольного тенниса лучшие спортсмены. Для них «Абаканская ракетка» – возможность представить свой регион на турнире. Организаторы говорят, эти состязания перед самыми активными и целеустремленными открывают широкие перспективы. Соревнования длятся три дня. Сегодня проходят предварительные игры в подгруппах и полуфинальные игры. А с завтрашнего дня уже начинают разыгрываться финальные соревнования. У участников по итогу будут выполнены разряды, повышенный, надеюсь, рейтинг они заработают. Так как соревнования рейтинговые, рейтинг будет обсчитан. Ну и я думаю, конечно же, это хорошие призы и самое главное – это эмоции наших участников. В младшей возрастной группе много новичков. Самым юным теннисистам всего 8 лет. Для некоторых ребят это одни из первых соревнований. Участники признаются – им не столько важна победа, сколько опыт и полученные эмоции. Но тренеры все равно контролируют весь соревновательный процесс, настраивая участников на победу. Уже больше 20 раз, наверное, я вообще в Абакане на соревнованиях, естественно. А с детьми приезжаем мы всегда с удовольствием. Здесь отличная обстановка. Поэтому, если, например, смотреть, поехать в какой-то другой город и в Абакан, мы с удовольствием выбираем Абакан. Потому что, еще раз говорю, прежде всего для нас это отношение к тренерам, отношение к участникам. Сколько детей вместе с вами приехало? Мы приехали два тренера, привезли 11 детей. Я приехала второй раз. Хочу показать, чему я научился. Я занимаюсь 5 лет. Мне нравится владеть ракеткой, показывать нового и постигать. Я участвую в соревнованиях в третий раз. Не волнительно, не страшно, хорошие эмоции. Я его люблю и я занимаюсь теннисом 3 года. Абаканская ракетка на протяжении многих лет объединяет теннисистов Сибири. Причем в абсолютно разных возрастных категориях. Играли в его рамках и ветераны, и взрослые, а сегодня дети. Победители определяются через несколько дней, полных напряженной борьбы. В этом году состязания приурочены ко дню рождения республиканской столицы. Анастасия Марьясова, Михаил Кудрявцев. Новости. Бурые косолапые проснулись в Саяно-Шушенском заповеднике. Их весенние прогулки запечатлели фотоловушки. Данные получены в ходе экспедиции представителей Хакасского республиканского отделения Русского географического общества. Как правило, первыми покидают берлоги крупные самцы зрелого и среднего возраста. Затем уже медведицы. После пробуждения хищники спешат на южные склоны полакомиться молодой зеленой травой. Численность топтыгиных на заповедной территории – 250 особей, рассказали сотрудники охраняемой территории. На этом все. Еще больше новостей на сайте Абакан24, в наших социальных сетях и в Телеграм-канале. А еще теперь прямые эфиры нашего канала вы можете смотреть ВКонтакте, Одноклассниках, платформе Lime HDTV, а также на YouTube-канале и в видеохостинге Routube. Подписывайтесь и будьте первыми в курсе всех главных событий республики и города. Сообщить свои новости также можно по телефону редакции 357-00, а также в чат Абакан24 по номеру телефона 8 993 033 52 06. Всего вам самого доброго!